Сегодня мы с Ромой готовим в тандеме. Рома готовит горбушу копченую. То есть тут примерно такое должно получиться. Сейчас все в процессе. Здесь добавлена соль, которую мы приобретали в Геленджике. Вот такая ореховая соль. Столовая соль, морская соль, грецкий орех, шафран, паприка, чеснок, зелень. Неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вот я тут высыпал остатки пакета. Дай-ка я его выкину. Ну, не туда, а водить. Так. Вот такой процесс с жидким бленом, который мы впервые будем использовать с того момента, как Рома его купил. Шло уже прилично времени. Здесь миллилитров. Да, все это в фольгу. Так, мне сейчас надо только... Это в фольгу. Ты сюда будешь прикладывать, нет? Нет. Ты можешь мне наличь. А я картошку чищу. Чтобы я просто руки не мыла. Да, конечно. А я картошку чищу и делаю картошку по-деревенски. Вот тоже в процессе. Так что будет что-то прям очень вкусное у нас, да, сегодня? Ну, в очередной раз. В очередной раз будет что-то очень вкусное. Да, я не помню, сказал или нет, это будет в мультиварке делать. Ну, наверное, вы поняли, как-нибудь, в любом случае. Вот так. Сейчас. Так, там, короче, надо было по рецепту на 300 грамм, 10 миллилитров жидкого дыма. Вот я не знаю, вот оставить, хватит, либо еще дали. Не, я думаю, оставить. Раз решила, я думаю, правильное решение. Мне кажется, это так. А сюда я буду за картошку. Тут проблема, видишь, в чем? Потому что мне, кажется, 600 грамм здесь не поместится. А там прицепи сколько? 300. Понятно. Нет, ты неправильно укладываешь. Ты за пределы уже. А как я тебе? А вот так, не до конца. Я-то как не смогу. Все, все. Клади. Просто надо аккуратно. Видишь, у тебя вот здесь вот ничего нет. А бортики здесь ты не сделал. Тут же надо же грамотно ковить. Вот все прекрасно помещается, если грамотно подойти ковшим. Наши специалисты нужно же, но для этого. Так, у нас там два куска больших и маленьких. Хвост нам не нужно, я думаю, нахуй. Ой. Сейчас ты дернешь сильно и все, забрызешь кругом. Ну все, а теперь упаковываю фольгу сверху. Нет, подойдем. Нет, правда? Ну, сейчас это увожу. И вот два маленьких хвостика как раз. А, это что у нас осталось? Да, вот так вот. Поводки должно хватить, соли, не соли, все. Соли хватит, ну ты пальцы попробуй чуть-чуть, солененький. Вот все рыбы чуть не хочется. Ну, а как ты хотела? Проверять нам все, упаковываю. Прям дымком так сильно пахнет, так что? О, вообще идеально. Вот я прям ровно как нужно беру. Да, для этого мы сошли, но... Да нет, вот смотри, вот так и все, все, запаковал. Все это быстро делается и очень легко. Да не переживайте, сейчас все это сделаю. Все, этого достаточно. Запакованы все, все идеально, и можно запускать. Ты там помнишь, что помнишь, как что ставить? Нормально, короче, мы взяли, я вам покажу, из помойки доставлен для вас специально, как вы любите, чё-то вы извращенцы. Вот смотрите, мы вот такую взяли, типа сахалин рыбу, горбуша, стейки. Сахалинская. Все, короче, она была, что-то около 300 рублей за килограмм, здесь было 600 грамм. Да, 600. Ну, я сплатил рублей, ну, короче, около 300. Ты заплатил сколько? 200, ну, 280, мне чек не остался. Это вообще нормальная цена. Ну, да. Думаю, даже бесширная, ну, как бы, раз можно было еще взять. Ну, хотя нам этого хватит, я думаю, ну, на раз-то точно. Так, для картошки по-деревенски я буду использовать вкусную соль. Это, кстати, для улиток. Специально с клуба, яодированная с чесноком и зелень, вот классная. Ну, я сейчас посмотрю, как будет по солености вот это. Это тоже из геленджика, приправа, она как бы типа для курицы, но она вкусная и подходит вполне для картошечки. Так, тут у нас в составе чембала, уцхусунелец, шафран опять же, паприка, кориандр, зелень. Ну, то есть, кстати, соли нет, хотя почему-то на вкус она была соленовата. Вот видите, она прям уже сыпется вся сама. Ой, господи. Ну, вот столько, да, прям плюс-минус. А еще сюда надо будет добавить масло. Можно оливковое, но я не очень люблю вкус оливкового масла, если честно. Поэтому я добавлю обычное. Так, вот. Соль. Ну, и все это надо сейчас, а, да, масло еще перемешать. И получится вкусняшка. Так вот так делаем. Все, отправляем в духовочку тоже так минут на 40. И потом будет очень вкусно. Вот что у нас получилось. Перекладываем все это сюда. Ну что ж, теперь отправляем в духовочку. Причем у меня здесь уже включен дрель на 220. Я поставила. Запущен гриль уже заранее. Он, кстати, вот так вот гудит здесь. Вот. Потом через какое-то время поставим таймер. У нас 40 минут. И через какое-то время, в общем, можно будет поменять не на гриль. Но это не обязательно. Ну, я так делаю иногда. В общем, все, ждем. Осталось 10 минут. Я на гриле постоянно держу. То есть так и не выключала в этот раз. И получается, как надо будет, видите. Ну, потом выну еще более подробно посмотрите. Все получается идеально. Вот единственное, что я вот так сделаю. Потому что потемнело сильно. Ну, и все отлично. Вот так ждем. На 200 поставим, короче говоря. В общем, открыли. Сейчас потом, что там получится. Еще по вкусу, что получилось. Это, кстати, у нас, чтобы, ну, сплетит там, короче, готовка не брызгалась. И это, что с ума суть, горячо. О, да, да, горячо, чувствую. Я как-то не расчувствовался. Хорошо, что взяли 6. Сейчас уже на подогреве. Соус уже, да? Да, вот этот соус, короче, сегодня будет использоваться в картошке. Так, подходит. Сегодня взяли два таких в суперленте. Только они стоили дофига. Они 64, ну, там ценник был. А когда мы стали, ну, купили, он стоил 95. Ну, соответственно, нам перебили, как необходимо. Но, тем не менее, он вообще вкусный. Да, хайл, сертифик. Как я сказала, да. Изначально Рома тоже подтвердил, что он самый вкусный. Хотя я не особый фанат такой штуки. Ты выключила эту мультипарку? Нет. Не особый фанат, да. Ну, неважно. Нежный, то есть, это прям копия соуса, вот прям как картошечки, да, которые в KFC. Там бумагару сейчас пойдет к второму разу. Чуть за трэш. Звучит сырая, что ли? Вроде как сырая. Ну-ка, ну-ка, открой. Ну, может, так и должно быть, конечно. Да какой должно быть? Там прям фальгена, ты же делать. А ну, блин, смотри, вообще, еще делаться и делаться. Нет, не знаю, час и еще хватит. И чу, сколько мы тогда, блин, движет, и мы будем делать. А картошка-то даже на выпечке. На выпечке надо, да. Да, реально вообще, как бы ничего не произносит. Да, она, блин, сырая, что за претром. Так подготовилась еле-еле вообще. А там какая рыба, если копченая, то не удивляйся, она и не есть копченая. В смысле копченая? То есть, она же не жареная, а копченая. Ну, это сырое, смотри. Да, ну ты ее коптил, что ты хочешь. Да какая растекла, коптил? Посмотрим, копченая, понимаешь, она просто коптится. Она не делается, не готовится, а коптится. Вот это чисто копченая получилась. Форель-стейк. Да? Да. Делаем дальше. До фига узнает. Я не знаю, может из-за того, что больше. А, может. Из-за того, что горбуша, понимаешь, там же не на горбушу. А ты на сколько поставил? Ты же должен был на час поставить, ты же понимаешь? 40 минут и 100. А, надо было на час. Димоха, иди! Еще, Дмитрию уже положили. Вот такая красота получается. Дим! Сейчас Дима придет. Ам-ам! Вот. Бери соус сырный, очень картошки подходят. Офигенно просто. Продолжение следует...